В студии Татьяна Голубева. В ближайшие 15 минут я и мои коллеги расскажем о некоторых заметных событиях этого дня. Смотрите в выпуске. Изменилось ли что-то по мнению жителей? Очень трудно судить пока. Год слишком короткий срок. Сегодня год с момента вступления в должность губернатора Виктора Томенко. Зарплата работников социальной сферы вырастет. В движении 2015 года мы предусмотрели рост объема финансирования по этому направлению. Депутаты Краевого законодательного собрания внесли поправки в главный финансовый документ края. Было жарко. Сухая трава, хвойные леса, отличное топливо для огня. Не случайно пожары здесь нередкое явление. В Михайловском районе завершились масштабные противопожарные учения. Сегодня ровно год с момента вступления в должность губернатора Края Виктора Томенко. Мы не будем давать оценку его работе. За этот год это уже сделали другие. Мы вышли в народ и спросили у жителей краевой столицы, что, по их мнению, изменилось с приходом нового губернатора, если, конечно, изменилось, и чего они все еще ждут от него. Очень трудно судить пока. Год слишком короткий срок. Поэтому не могу твердо сказать, что, допустим, лучше, хуже. Думаю, да, изменения есть, небольшие, но есть. Например? Например, ну, ремонт дороги. В каких местах, не знаю, но ремонтировать. Мне кажется, вообще ничего не изменилось. Ну, просто мы не замечаем. Нам как-то политика не очень важна, да. Ну, кардинальных, да, таких изменений нет. Может быть, он идет к этому. Ну, не знаю, пока еще таких кардинальных изменений пока не заметили. Может, в будущем что-то будет более явно. Хотелось бы, чтобы больше уделяли внимание, вот, как-то экологии, может быть. Да, конечно, изменилось. Инфраструктура, да, город чище стал, во-первых. Во-вторых, медицина. Ну, нормально все происходит. Так, что еще? Вот мне, что понравилось, по сельхозхозяйству, нормально все. И деньги вкладываем, фермы развиваются. Ну, в общем, нормально. Ну, у нас много предприятий стоят. Много безработицы. И в сельском хозяйстве у нас полная разруха. Вы съездите хоть раз в глубинку. Там не хочется туда ехать. Поэтому этих проблем не решают. А надо решать. Вы знаете, я даже не знал, кто такой видит Томенко на сегодняшний день. Такой человек вообще существует. Кто он? Это наш губернатор. Отлично. А мы продолжим. Основные расходы краевого бюджета пойдут на зарплату сотрудников социальной сферы. Депутаты Краевого законодательного собрания сегодня в рамках сессии внесли поправки в главный финансовый документ региона. И увеличили расходы на 5,5 миллиардов рублей. Доходы краевого бюджета на текущий год тоже выросли. Правда, не столь значительно на 755 миллионов. Какие еще важные решения приняли депутаты, расскажет Анастасия Дороган. Бюджет пересмотрен. Краевой доход вырос на федеральные 755 миллионов. Направят их в основном на обеспечение лекарствами. Расход вырос существеннее на 5,5 миллиардов из-за увеличения дефицита бюджета. Гасить его планируют за счет денежных остатков на начало года. А почему у нас такие остатки на счетах на начало года? Ну, понятно, что отчасти это связано с тем, что доходы бюджета в течение года увеличили снижение больше планированных. Но одновременно, я об этом о том, что с вами бюджета говорили, то есть остатки появляются в связи с неисполнением бюджета по отдельным образцам. Глава региона впервые за несколько заседаний сессии взял слово, объясняя новые расходы. В 2018 году на заработную плату из-за дюжета мы с вами расходовали 35,540, почти миллионов рублей. В бюджете 2019 года мы предусмотрели рост объема финансирования по этому направлению, то есть на заработную плату вместе с начислениями на нее, в размере 39,250,000,000 рублей. И это лишь часть расходов, основная статья о которых – сфера социальная. Депутаты поддержали проект единогласно. Уже не единогласно приняли поправки о курортном сборе. Теперь, если турист его не заплатил, специальный орган должен быть в курсе через 5 дней, а не 30. Мы прогнозируем, что будет расти и количество владельчиков, но после принятия вот этого закона, нам сейчас будет количество людей, увлеченных к ответственности расти. Естественно, это не добавит, мягко говоря, популярность и головури. Поскольку это эксперимент, то нам надо когда-то по этому эксперименту подвести черту и определиться, эксперимент удачный или неудачный. В первом чтении сегодня приняли поправки о равных для всех правах на охоту. Сейчас львиную долю лицензий на отстрел животных бронируют через интернет. Законотворцы вступили за оффлайн-охотников. Новые правила будут дорабатывать. Ни одного охотника, проживающего в сельской местности, даже в районе, значит, не успевали регистрироваться через портал государственных услуг. Вы понимаете, мало того, и еще анализ показал, что там в основном через эту регистрацию проходят охотники, которые, мягко говоря, нарушали правила охоты. Также депутаты закрепили условия и порядок оказания на Алтае палеотивной помощи. Так, авторы закона разделили ее на первичную, например, ФАПе, и специализированную. И прописали право каждого на облегчение боли, даже если с помощью препаратов. Для человека эта помощь бесплатна. Анастасия Дороган, Андрей Печоркин. День с толком. В чем нуждается? Пока правоохранители воздерживаются от каких-либо официальных комментариев, при службе мэрии нашим коллегам из издательства «Комсомольская правда» Барнаул рассказали, что Каретников сейчас находится на больничном. О других подробностях не сообщается. Напомним, Алексей Каретников занимает пост председателя комитета по физической культуре и спорту 8 лет. Любит играть в футбол и настольный теннис. Продолжим. Они сказали огню, ты не пройдешь. Экстренные службы сразу двух стран России и Казахстана провели противопожарные учения на приграничной территории. Больше 120 человек, полсотни единиц техники, авиация и, конечно, бушующее пламя. Наш корреспондент Илья Кочетков побывал в эпицентре событий и готов поделиться впечатлениями. Михайловский район рядом с Малиновым озером. 40 километров примерно до границы с Казахстаном. Сейчас здесь тихо и мирно, однако в считанные секунды это место может превратиться в ад. Сухая трава, хвойные леса. Отличное топливо для огня. Не случайно пожары здесь нередкое явление. А вот этот игрушечный поселок тоже типичное поселение здешних мест, которое в том числе обязательно нужно спасти пожарным. Совсем рядом деревня Николаевка. 9 лет назад она сгорела дотла из-за пожара, пришедшего со стороны Казахстана. Сегодня по сценарию пожар из-за грозового разряда возник на российской территории. Он угрожает домам, из которых уже эвакуировали людей. Удастся ли отстоять населенный пункт? Мы все-таки прогнозируем, что условия будут наихудшие. При штормовом сильном ветре, штормовой ветер более 25 метров в секунду, скорость распространения огня по траве достигает 8 метров в секунду. Увы, несколько условных домов были обречены. Теперь главное не дать перекинуться огню на деревья. Если начнется верховой пожар, он пройдет десятки километров, уничтожая все на своем пути. Поэтому важно убить его в зародыше. Очаг опахивают, делая особые заградительные полосы. И начинают тушить. Как получилось? Красиво, хорошо, все удачно, отработали нормально. Огонь – враг серьезный. И чтобы победить ему, ему нужно противопоставить высокую организацию, взаимодействие всех служб, высокую вывучку личного состава, единую методологию подходом. Потому что огонь, что на казахстанской стороне, что на российском есть огонь. Нас заверили. За последние годы взаимодействия сторон отработаны досконально. В случае пожара сигнал быстро передается всем службам по обе стороны границы. И, соответственно, сосредоточивающаяся сила средства и направляется к границе. Независимо от того, что она перейдет, не перейдет. Ну, в случае перехода, соответственно, уже поднимаются меры. А здесь рассматривают вопрос и оказания помощи не только, скажем так, при переходящих, но и помощи на территории другой республики. Службам еще предстоит сделать выводы. Но, как нам сказали, на первый взгляд, обе стороны отработали хорошо. А возможность проявить свои знания и умения в реальных боевых условиях может появиться уже в ближайшее время. С начала апреля в приграничных районах произошло 7 крупных пожаров на площади больше 7 тысяч гектаров. И это при том, что пожароопасный сезон еще только начинается. Илья Кочетков, Андрей Печоркин, Ден с толком. А вот несмотря на то, что весенний призыв уже закончился, на днях в СМИ появились новости, касающиеся призывников. А именно, что в ближайшее время в России могут ужесточить правила призыва в армию. Под этими новыми правилами все имеют в виду поправки в закон о воинской обязанности и военной службе. По сообщениям, они должны коснуться процедуры прохождения призывником медицинской комиссии. Андрей Дреер попытался выяснить, планируются ли изменения вообще и чего от них ждать. Негоден перепроверят, болен вылечат. В последние дни СМИ активно писали об ужесточении правил военного призыва. Особенно в части медицинских комиссий. Это чтобы уклониться от призыва было сложнее. Барнаульцам такая инициатива понравилась. А сейчас просто ужесточают условия призыва. Мы правильно делаем. Правильно, да? Об ужесточении условий, если честно, отношусь также положительно. Потому что официальная причина должна быть для того, чтобы не ослужить. На самом деле у нас сейчас в стране нужно воспитывать мужской характер, потому что немного начинает скатываться она куда-то именно. И поэтому это нужно делать. Новые поправки якобы расширят полномочия врачей. Например, позволят отправлять призывника в военный госпиталь, перепроверять диагноз. Но оказывается, председатель комиссии уже сегодня обладает не меньшими полномочиями. Если вызывает сомнение данные, которые мы получаем с муниципальных лечебных учреждений и так далее, мы вправе направлять в краевое лечебное учреждение. Если нас даже это не устраивает, мы вправе, согласно федерального закона, да не то что потребовать, а мы решаем это, решаемый вопрос организовать консилиум с привлечением главных специалистов Министерства здравоохранения Алтайского края. А также вызывать на повторный осмотр, направлять на лечение – все это врачи военкоматов могли и раньше. То есть практически все предлагаемые инициативы уже давно используются на практике. Более того, о так называемых нововведениях даже председатели военно-врачебных комиссий слышали пока только от журналистов. Я, во-первых, не могу понять, инициатива от кого исходит. Потому что по нашим каналам, по нашим данным нет такой информации, что какая-то будет инициатива. Инициатива действительно есть, но в пояснительной записке к проекту закона говорится, что он направлен только на формирование правовых основ. Фактически для врачей и призывников ничего не изменится. Андрей Дрир, Алексей Фризин. День с толком. Вот что точно изменится, так это здание бывшего кинотеатра «Родина». Архитектор Александр Деринг рассказал, как будет выглядеть новый планетарий изнутри. Стало известно, что Барнаусский звездный дом переедет в здание бывшего кинотеатра. План реконструкции уже подготовили. Основные изменения произойдут изнутри. Задача это сделать, приспособить один из двух залов, один зал приспособить под новый планетарий, под планетарий, то есть расположив смещение купола и проекционного оборудования. Ну, конечно, немножко в современном ключе уже и современными технологиями. Так он будет выглядеть. Фойе почти не изменится, а вот во втором зале разместится музей звездного неба и космоса. Снаружи строение останется таким же. Кинотеатр «Родина» – это памятник культурного наследия. Изменять его облик нельзя. Внутренние переделки, да, будут именно вот с размещением планетария. Но никаким образом коим это не выйдет на фасады, на крышу, там еще куда-то. То есть это никакие там обсерватории не появится, ничего. Это все, поскольку это очень жесткий режим охраны памятников, культурного наследия, поэтому там ничего не меняется. Сейчас в «Родине» временно располагается театр «Кукол». До тех пор, пока он не съедет, работы по реконструкции не начнутся. Строительство нового театра обещают завершить уже этим летом. А вот на реконструкцию залов «Родины» планируют потратить около двух лет. Там появится купол для показа звездного неба и музей космоса. «Родина» в городской собственности сейчас в администрации составляют сметум. По словам Александра Деринга, реконструкция будет стоить более 20 миллионов рублей. Впереди о погоде, а пока немного полезной информации. В Барнауле появился новый формат квестов, который превращает любой торговый центр, любую улицу и даже весь город в игровое поле. Например, участникам первой игры пришлось искать спрятанные в магазине вещи, вести прямые эфиры с разных локаций. И не только. Новые тренды, советы от стилистов, задания организаторов и ценные подарки. Этот модный квест окрылит, пожалуй, любую девушку. Торговый центр «Красный» стал первой площадкой для серии квестов «Крылатые игры». Было очень весело, интересно сходить по отделам, выполнять задания организаторов и в конце победить. Формат игры очень интересный. Вот этот квест, побегать, придумать что-то, как всех обойти. Первое наше место было магазин «Красный», именно поэтому мы связали эту игру с модой. Следующая наша точка уже не будет связана с модой, но также мы будем собирать игроков, также будем их отсеивать, также будут отличные задания, квест, будет много подарков. Следующую точку и тематику «Крылатых игр» организаторы пока держат в секрете, но обещают, что будет очень интересно. Через пару секунд о погоде спонсор прогноза компании «Валара». У меня к этому часу все новости. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова